Battle Beetle Sports Projects В первом выпуске мы поговорим о травмах головы, которые могут быть получены спортсменам на соревнованиях или на тренировке и будем разговаривать об этом с нашим хорошим другом, с человеком, который сам тренируется у нас в зале в клубе единоборств Алмаз Петром Синицыным. Это врач-нейрохирург. Удар в голову, чем он опасен? Мы не говорим сейчас о шлеме, не говорим о капе, мы не говорим о специальных защитных устройствах, о перчатках. Мы говорим об ударе в голову. Ты получил удар в голову, ты потерял сознание, либо не потерял сознание. Ты находишься на кауте, либо находишься на нокдауне. Ты не потерял сознание, ты дезориентирован. Шум в ушах, шум в голове, ты не понимаешь, что происходит, ты пытаешься продолжить бой, ты не видишь соперника. У тебя черепно-мозговая травма. Ты получил удар в голову, ты потерял сознание. Ты выключился на секунду, на минуты. Ты упал. У тебя черепно-мозговая травма. После полученной черепно-мозговой травмы человек в первую очередь должен обратиться за помощью в медицинский стационар, учреждение. Этим, а именно к врачам-неюрохирургам. Ему необходимо выполнить компьютерный томограф, в крайнем случае магниторезонансный томограф, чтобы определить степень поражения головного мозга. Получая неоднократные удары в голову, находясь в состоянии нокаута или нокдауна, ты рискуешь в дальнейшем столкнуться с очень серьезными проблемами со здоровьем. Забывчивость, быстро утомляемость, слабость, вялость, судорожные припадки, тремор в конечностях. Все это может произойти очень серьезными последствиями, таким как болезнь Мальцгеймера, либо паркинсонизм, энцефалопатия с судорожным синдромом, болезнь боксеров, энцефалопатия боксеров. Это довольно серьезно может сказаться на твоем состоянии. Продолжение следует...